Сегодня родилась идея поговорить об отношениях мужчины и женщины, современные мужчины, современные женщины. Сейчас очень сильно всё меняется, и я хотел сегодня с вами поделиться в этой трансляции своими мыслями на этот счёт. Ну, по идее, сегодня должно бомбить, то есть многих из вас должно по каким-то вопросам бомбить, потому что то, что я озвучу, я буду озвучивать и своего большого опыта, в том числе у меня больше 10 лет в браке, и что я понял, да, что я понял? Я понял, что как в головах мужчин, так и в головах женщин сидит очень много странных идей по поводу того, какими должны быть отношения, но на самом деле часто все эти идеи на самом деле ложные, да. И вот сегодня хотелось бы поднять некоторые из этих идей, да, обсудить вместе, чтобы мы вместе с вами посмотрели, вот. И особенно, ну, естественно, я мужчина, да, мне как-то видно больше со стороны, что происходит с женщин, да, вот особенно мне хотелось с вами обсудить, что происходит часто в голове у женщин, как я это вижу. Я опять же не настаиваю на том, что это истина в последней инстанции, это просто мои наблюдения. Значит, что я вижу? Я вижу, что очень многие девочки хотят себе найти мальчика, который, скажем так, обеспечит им ресурсную базу, да, обеспечит им тылы, так сказать, да, и очень многие девочки сегодня меркантильно настроены на отношения. То есть они часто демонстрируют одно в самом начале отношений, но в конце концов выясняется совершенно другое, и через время выясняется другое. То есть вроде бы, да, сначала начинаешь встречаться, да, боевая подруга, да, интересуется тем же, чем и ты, помогает тебе, всё замечательно, но всё постепенно так двигается к детям, да, к детям, к созданию семьи, к укреплению этих связей, да, и вот только создаётся семья, да, только появляются дети, и женщина меняется. Очень часто бывает, что женщины меняются, то есть женщина достигла свою цель. Одна из целей у женщин – это размножение, да, то есть она хочет на самом деле ребёночка, да, она хочет гнёздышко, она хочет как-то, чтобы всё было как у людей, как говорится, да, чтобы муж решал какие-то вопросы. И вот лично для себя я вам хочу сказать, что для меня эта модель абсолютно исчерпана. То есть я для себя абсолютно не, вот не вижу, как только я вижу в женщине это, абсолютно мне это становится неинтересно. Почему? Потому что это достаточно такие животные, да, достаточно примитивные мотивы. На самом деле я считаю, что мужчина и женщина могут находиться в других отношениях, они могут относиться в свободных, в равноправных отношениях, где каждый из них вносит в эти отношения то, что он может вносить, да. Это отношения, где мы договариваемся, кто чем занимается, это отношения, где никто никем не манипулирует, и никто никого никуда не пытается затащить, да. В том числе никто не пытается никого затащить в детей, там, в семью, да, навязать какую-то модель. Вот меня интересует, лично меня интересуют такие взрослые осознанные отношения. Взрослая женщина, взрослый мужчина, где существует взаимоуважение к друг другу, к правам и свободам друг друга. Так, но ведь это как в бизнесе, изначально выбрал не то, человек же сам выбирает. Но ты понимаешь, мы можем очень часто вестись на какие-то вещи, которые не являются таковыми, какими они заявляются. То есть мы очень часто склонны не видеть подлинные мотивы других людей. Вот здесь очень важно, когда вы начинаете общаться, да, там, с мужчиной или с женщиной, нужно обращать внимание на мелочи, на детали, на то, что между строк, да. То есть если, например, я начинаю общаться с девушкой какой-то, да, и уже выясняется, что, вот выясняется уже, что что-то она как-то вот напирает на семью, на детей. Какая семья? Слушай, какие дети? Мы ещё не знаем друг друга. Мы только начинаем встречаться, мы только узнавать друг друга начинаем. Мы, вот, скажем так, узнаём внутренние миры друг друга, да, а ты мне уже приносишь в эту реальность мою, да, что ты хочешь там детей, хочешь какие-то там отношения, какие-то ещё шаблоны, да, вот ты приносишь там, как ты это всё в себе видишь, да. Да подожди, 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 эй-эй-эй, останови коней, да. Сначала мы должны понять вообще, мы подходим физически друг к другу, психически, да, то есть насколько у нас общие ценности, общие цели, да. И вот это начинает выясняться. То есть если женщина приходит, например, сразу говорит, я хочу детей, я хочу серьёзные отношения, да, вот они любят говорить, я хочу только серьёзные отношения. Слушай, ну, какие, как ты можешь сразу рассчитывать на серьёзные отношения? Ну, что это вот, что это такое серьёзные отношения? Это вообще что? Потому что, знаешь, как, ну, всегда есть этапы, да, вот мы встречаемся, первый этап мы присматриваемся, ходим, там какие-то ухаживания происходят, да, потом идёт секс, уже после этого секса что-то становится, выясняются какие-то новые данные, там физическая совместимость, запахи, ещё что-то. И через какое-то время мы видим, что что-то нам хорошо вместе, да, и физически нам хорошо, и психически нам, и есть о чём поговорить, общие темы, общие цели, какие-то общие занятия, да, вот это, когда есть общие занятия, общие цели, когда мы кайфуем друг от друга, это может перерасти в серьёзные отношения. Ну, разве не так, девчат? Ребят, разве не так? То есть серьёзные отношения, это никогда не что-то, что видно заранее. То есть это то же самое, что я пойду строить серьёзно бизнес в какой-то нише. Да я, когда захожу в какую-то нишу, я не знаю, здесь вообще можно построить этот бизнес или нет, это всегда эксперимент. То есть я захожу, я делаю всё, что я могу, а потом уже мы смотрим по ходу, что получается. А может ты так сильно понравился, и это она так доверие к тебе выражает. Ну, это же должно быть взаимно, понимаешь? Я, может, и понравился, но она мне должна ещё понравиться. То есть здесь в любом случае нельзя, рассчитывать на что-то серьёзное до того момента, пока это не покажут сами отношения. Вот так вот. То есть серьёзность отношений, это не то, что прямо вот исходно должно быть вложено туда, да? А это то, что выясняется по ходу постепенно. Да, я могу рассчитывать то, что я только за. То есть вот я за серьёзные отношения, ну, как говорится. Ну, в том смысле, что не ходить налево, да, там действительно вкладываться в эти отношения как-то, ну, чтобы оба, конечно, вкладывались, не один вкладывался, а другая потребляла только, а чтобы оба вкладывались, да? Чтобы это был совместный проект. Партнёрство, да? Это называется партнёрство. Вот когда есть совместный проект, когда есть партнёрство, когда оба вкладываются, и оба постоянно, ну, заинтересованы в том, чтобы это продолжалось, тогда это перерастёт в серьёзные отношения. Но не раньше. А потом женщина входит в роль училки и всех задолбит нравоучениями. Нет, ну, смотри, если это начинается только, то сразу нужно делать «давай, до свидания». Понимаешь? Конечно, я хочу сразу осознанную. Мне какие-то, ну, совершенно бессознательные, примитивные абсолютно больше неинтересны. Абсолютно. То есть как-то начинаются вот включаться эти бабские программы, инстинкты, да, там «а давай деток», «а давай вот поженимся», там «семья», «гнёздышко». Вот как только это включается, мне всё, мне эта женщина перестаёт быть интересна. Какая бы она там замечательная не была, в постели там или ещё что-то, мне это неинтересно. Потому что, слушай, в жизни столько всего интересного. Можно путешествовать, можно заниматься творчеством, можно, не знаю, кайфовать как-то, да. Сколько сейчас возможностей, сколько сейчас пар, которые живут себе в кайф. Дети, возможно, потом. Возможно, потом. Возможно, пройдут годы, и так это срастётся классно, да. Мы так хорошо понимаем друг друга. У нас столько совместных каких-то общих целей. Мы кайфуем так друг от друга. Но это, знаешь, это женщина-друг и мужчина-друг. То есть, это такая дружба уже, глубокая-глубокая духовная связь. Вот когда есть глубокая духовная, ментальная связь и телесная, то вот когда уже видно, что во времени, на всех трёх уровнях выстроилась, вот очевидно, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что да, вот это та женщина, от которой я бы хотел, возможно, иметь детей. Это та женщина, это тот партнёр, с которым можно пойти в этот длительный проект, а дети это всегда длительный проект, это вообще серьёзная, вот это как раз серьёзная хрень. И женщины очень многие не осознают часто, что они сами не готовы часто. Молоденькие девчонки, они не понимают часто, под что они подписываются, когда они идут в детей. И им кажется, я просто по своей жене это проходил, ей казалось одно, а когда она уже потом начала в это погружаться, она поняла, во что она погрузилась. То есть женщина, которая не рожала ни разу, никогда не понимает, что там будет. Сколько бы ей рассказывали, она просто находится вот в розовом тумане по этому поводу. Это инстинкты, это неосознанность, это вот именно, она находится под влиянием этой детородной мощной программы, то есть ее вот это движет, движет в детей, она сама не осознает, что это не ее желание. То есть вот то, что свойственно телу, то, что свойственно телу, это не желание духовного существа. То есть если что-то диктует тело, например, нужно там писать и какать, это же то, что нужно телу, это не то, что я хочу. То есть когда возникают позывы какие-то, пойти отлить или по другим делам, это же потребности тела, это не потребности души, понимаете? А есть вот именно потребность души в общении с противоположным полом. Поэтому отношения мужчины и женщины — это один уровень, а какие-то физиологические потребности — это уже другой уровень. То есть тут есть энергетический уровень, уровень реализации энергетических потребностей. А потом уже идёт уровень реализации всех остальных потребностей. А у очень многих людей, у них наоборот, у них всем управляет физика, понимаете? Вот в этом незрелость. То есть если девочкой или там мальчиком, мальчиком движет только секс, да, а девочкой движет только желание там размножаться, построить семью, и чтобы мужик её там обеспечивал, это примитивный уровень, из которого нужно постепенно вырасти. На этом уровне, когда вы в это попадёте, это кажется со стороны, знаете, что это круто, там, о, секс, там, о, дети. Но когда ты туда неготовый, незрелый попадаешь, то это потом через какое-то время постепенно превращается в страдание, в мучение, в ад сущий, понимаете? Поэтому вот я как бы уже, да, я прошёл через 10 лет брака, и я понимаю, что я второй раз вот именно в такой же формат я не хочу попасть абсолютно. То есть мне не интересует этот формат вообще. Мне интересует боевая подруга, мне интересует партнёр, мне интересует женщина, которая понимает, что кроме детей и семьи, кроме этой сферы жизни, есть огромное количество других ключевых сфер жизни, в которых можно развиваться, в которых можно кайфовать, в которых можно классно жить и наслаждаться этой жизнью, да. Вот. Понимаете, вот об этом я сегодня хотел вам сказать, что отношения мужчин и женщин, там очень много ловушек. Макс, как думаешь, где осознанных искать? Ну, смотри, когда ты сам осознанный, когда ты живёшь осознанную жизнь, и когда ты транслируешь осознанную жизнь, то постепенно к тебе начнут притягиваться такие же осознанные. Естественно, там будет часть, которая имитирует эту осознанность. То есть, на самом деле, ну, знаешь, как они хотят, хотят с тобой быть, но они понимают, что на тех ценностях подлинных, на которых они находятся, они не войдут в эти отношения, поэтому они начинают имитировать. Демоверсия начинается, знаешь, то есть у женщин есть такая штука замечательная, да и у мужчин тоже демоверсия. То есть то, что включается первое время для того, чтобы показать, ай, какой я молодец, ай, как я тебе подхожу, и вот всё в этом роде, да. А у меня задача — встретить человека, у которой демоверсии нету. Вот человека как есть, вот как есть, так есть. Что-то хочет — говорит, как есть, не хочет — говорит, как есть, да. Потому что я сам такой. То есть если я вижу какую-то манипуляцию, она просто со мной не работает. Да, без масок, да, без масок. Стараться без масок, потому что, вот понимаешь, один человек маски больше не носит, да. Вот прикинь, я, например, маски не ношу. Вот такой, какой я есть. А другой человек ещё весь в масках. Ну вот как ты думаешь, получится у них отношение или нет? Один будет всё время палить, что тот какой-то неестественный, да, что он проигрывает какие-то стратегии. А когда ты сам освобождаешься от огромного количества манипуляций и масок, ты просто по ходу освобождения просто понимаешь, как это всё устроено. Потому что иначе нельзя освободиться. То есть если ты не поймёшь, как это устроено, как эти роли включаются, и как ты вдруг оказываешься не собой в какой-то ситуации, если ты осознанно за собой не будешь это наблюдать, то ты не освободишься от этого. А когда ты сам осознанно пронаблюдал это всё, да, рассмотрел постепенно, то, соответственно, ты и у других это начнёшь видеть. Потому что механизм-то одинаковый, у всех одинаковый. Ум на самом деле плюс-минус одинаково устроен, да. А как открыть маску, да, нужно заметить, нужно заметить, что нужно вообще понять, а что такое маска. Маска — это какое-то напряжение, это какое-то... Смотри, маска — это всегда ты чувствуешь одно, хочешь что-то сказать, сделать одно, но делаешь что-то другое. Ради каких-то там выгод, ради каких-то целей. Понимаешь, вот механизм маски. То есть ты боишься искренне сказать, как ты чувствуешь, как ты видишь это, как ты думаешь об этом, как на самом деле. Поэтому, чтобы было не видно твои чувства, да, подлинные, чтобы не было видно, что ты на самом деле хочешь там, да, надевается маска, чтобы скрыть это. Скрыть своё подлинное «хочу», свою подлинную сущность, понимаешь, своё подлинное чувство, там, свои подлинные эмоции, чтобы скрыть. Мы начинаем с самого детства придумывать эти маски, потому что наши родители не хотят нас видеть такими, какие мы есть. Социум часто не хочет видеть, что мы на самом деле хотим, что нам нравится, что нам не нравится. Нас начинают постепенно делать политиками и делать искусственными. Тренировать мы начинаем, как выживать, то есть для того, чтобы выжить в этом социуме, потому что мы зависим часто от мамы, от папы, мы начинаем тренировать в себе политика, понимаешь. Политик всегда, ты пойми, вот как политики действуют в большой игре, да, в политике. Они обещают, да, они делают как раз демо-версию, да, а при этом преследуют совершенно другие цели. У них цель получить власть, да, получить доступ к ресурсам и добиться своей какие-то собственные цели. Но они идут в политику типа ради того, чтобы заботиться о людях, да. Вот то же самое часто бывает в отношениях. Женщина вроде бы говорит, что да, я тебя люблю, да, я ради тебя, а на самом деле это всё демо-версия, чтобы получить тебя, там, какие-то твои ресурсы, твою какую-то поддержку, да, чтобы тебя заполучить как средство достижения своих целей, понимаешь. И у мужчин такое часто бывает. Мужчины тоже могут манипулировать. Просто у женщин это чаще распространено, потому что мужчины более, скажем так, склонны самостоятельно заботиться о себе. То есть вот альфонсов очень не так много, кстати, как содержанок, скажем так, женщин, которые живут за счёт мужчин. Политики не смотрят в глаза. Есть такие, которые тебе будут в глаза смотреть и говорить тебе самые прекрасные слова, а за спиной держать кинжал, понимаешь. называется «Тон скрытая враждебность». Ты пойми, что вокруг этого огромное количество. И одна из важных, скажем так, способностей, которую нужно развивать, разбираться в людях. Нужно разбираться в людях, разбираться в девушках. Вот когда они начинают общаться с тобой, нужно понимать, что девушки, они очень часто заполнены какими-то стереотипами, шаблонами, да. Папа там в детстве баловал, да, это же откуда идёт. Папа дарил, баловал с детства. И вот ролевая модель. Значит, мой муж должен быть такой же. Он должен меня баловать, дарить мне, да. То есть они себе нового папу часто ищут. А зрелая женщина, она себе ищет не папу, она себе ищет партнёра. Зрелая женщина, ну, такая осознанно, понимающая, она ищет себе партнёра надёжного, честного, с которым можно вместе что-то создавать. И она понимает, что от неё будет требоваться постоянный определённый вклад в эти отношения. И мужчина тоже осознанный, он такую же ищет. Боевая подруга называется, партнёр. Не манипуляторша, не содержанка, не домохозяйка, да, которая там растит детей, ты типа там приносишь ресурсы домой. А человек, который, скажем так, на твоём примерно, ну, чуть, может, ниже, да, на твоём уровне развития находится. Понимаешь? То есть если женщина будет очень сильно ниже тебя по уровню развития, тебе с ней будет неинтересно. Но это возможно только для секса, для интима, да, там какие-то такие цели. Но построить с ней длительные отношения у тебя не получится. У половины женщин вообще не было пап. Ты откуда эту информацию взял или взяла? Ты знаешь, меня мама тоже растила. Меня растила мама, папа ушёл из семьи в шесть лет, но я периодически всё равно там как-то общался с папой, приходил к нему периодически. То есть у меня папа был. Просто он не был рядом. Понимаешь? Он не был рядом, ну, почему это типично там? Там я уже не помню, почему в деталях. Помню, что были скандалы постоянно. И, в принципе, не могу сказать, что у моей мамы такой приятный характер, да, скажем так. Она постоянно обвиняла, там часто, и папу там и в этом, и в том. Проблема часто в том, что женщина пытается выживать за счёт мужчины. Это неправильно. Ну, есть же много женщин, которых папа избаловали. Понимаешь? Есть же и много таких, я про них говорю. Я не говорю про всех. Но ты пойми просто, вот когда существует вот такая модель, просто сама по себе, вот эта модель, что я хочу решить свои проблемы за счёт того, что кто-то за меня решит мои проблемы, это всегда сервисная фоксимилия. То есть, если ты хочешь, чтобы кто-то за тебя решал твои проблемы вместо тебя, и бесплатно это делал, да, ладно, ты ему платишь, делегируешь, и он за тебя решает и получает какие-то бонусы, это ещё нормально. А если ты хочешь, чтобы просто тебе на шарик за тебя что-то кто-то решал, и ты считаешь, что так и должно быть, это полная фигня. Любые отношения — это обмен, потоки обмена должны быть уравновешены. Даже, предположим, такую модель, что мужчина зарабатывает, значит, женщина ему должна давать что-то такое, женщина должна ему давать что-то такое, что даёт ему такой обмен, в котором он полностью удовлетворён. Понимаешь? То есть, она ему должна давать заботу, тепло, секс, взаимопонимание, там, не знаю, чем-то это всё компенсировать, а он тогда даёт деньги. Тогда это нормально. То есть, должен быть обмен, естественный обмен. А если начинается такая ситуация, что ты приносишь, она берёт и считает, что это так и должно быть, и ей ничего за это не надо, это всё, это нарушение обмена, нарушение потоков обмена, и это в результате приведёт к разрушению отношений. То есть, мужчина должен получать. Он должен получать. Как он будет получать? Это уже индивидуально. Какие у него потребности, что, как они договорились, да? То есть, здесь никаких нету моделей, стандартов никаких нету. Вот как договоритесь, так, чтобы обмен этот естественно был, так и будет в кайф. Если оба получают кайф от этого, то замечательно. Каждый получает в этих отношениях то, что он хочет. Это будут замечательные, сбалансированные, гармоничные отношения. Но если, например, один всё время несёт, а другой потребляет, то есть, если какое-то потреблятство начинается, или мужчина потребляет от женщины и не хочет возвращать, либо женщина начинает потреблять и не хочет возвращать, это нарушение потоков, и рано или поздно это будет видно, очевидно, кому-то, да, обычно жертве, да, которая недополучает чего-то. Начинаются скандалы, начинается, как бы, выяснение отношений, попытка уладить этого всё, да, объяснить, что у меня есть потребности, и ты эти потребности не удовлетворяешь в этих отношениях. И если это не понимается, то это приводит к развалу отношений, какая бы там любовь ни была. То есть, любовь, это всё замечательно, должно быть взаимопонимание, честность, сбалансированность потоков, способность договариваться, отсутствие потреблятства и манипуляций. Только такие отношения могут долго продолжаться и приносить счастье обоим партнёрам в этих отношениях. Только кто-то начинает переходить границы, использовать другого в своих целях, против его целей, всё, какая-то начинается ложь, какие-то обманы начинаются, да, какие-то претензии, типа, почему ты ненормальная какая-то, да, сравнение с какими-то стандартами, нормами, шаблонами, всё это рушит отношения. Нету никаких норм, стандартов, как вы договоритесь, так и будет. Если договоритесь жить шведской семьёй, там, вчетвером, пожалуйста, если все от этого удовлетворены, и именно все придерживаются тех договорённостей, которые были исходно заложены в эти отношения, эти отношения будут счастливые. Но если в это начнёт проникать что-то другое, да, там, какие-то пороки, какая-то зависть, да, что-то там, что-то начнёт отравлять, эти исходные договорённости, всё, это всё начнёт разрушаться. Ну что, может, вопросы какие-то есть ещё? То есть, меркантильные отношения, вот это то, чем пропитана сейчас вся цивилизация. Меркантильность. Меркантильность, борьба за ресурсы, хитрые схемы, как получить доступ к ресурсам. И на этой хитрости часто построены многие отношения. Не должно быть этого, ребят. Это невежество всё. Понимаете? Это как бы калиюга. Люди в невежестве пребывают и считают, что честно, открыто нельзя строить отношения, что это типа уязвимая позиция. Поэтому все исходно настроены на какие-то манипуляции, на какой-то скрытый коварный план, что женщина там, когда ищет мужчину, она его как-то хочет в конце концов использовать, прикрыться им как-то, решить свои проблемы. Не должно быть этого. Понимаете? Не должно быть такого. Не должна женщина решать свои проблемы за счёт кого-то. Я не должен решать свои проблемы за счёт женщины. Я могу с ней договориться, если у нас дружеские отношения, попросить её что-то сделать. Она нам скажет, ну хорошо, я сделаю. Если она говорит, да, хорошо, ну сделает. Если говорит, нет, не сделаю, ну ладно, ну не сделает. Сам сделаю, значит. Понимаешь? Чё обижаться? Ну она имеет право соглашаться с чём-то или не соглашаться. Понимаешь? А многие люди, они нет, они не так. Вот я, у меня с кем-то, например, классные отношения, да? Я люблю девушку, и я её что-то прошу. И предположим, я бессознательный. Она мне отказывает, и я начинаю обижаться. Я начинаю что-то там додумывать, что как так, я её люблю. Типа мы дружим, и она что-то не делает для меня. И тебе что, западло сделать для меня? Причём здесь западло или нет? Она может соглашаться, она может почувствовать, да, почему бы не сделать. Мне сейчас прикольно. И также она может почувствовать, не, мне сейчас не прикольно этим заниматься. И я совершенно спокойно должен к этому отнестись. Потому что это человек, который обладает свободами и правами. Он сам может решать, что ему делать и что нет. Понимаешь, вот осознанное отношение. Никто никому ничего не навязывает. Никто ни на кого не обижается, если кто-то там отказывается от того, что ему не по приколу, да, делать, да? То же самое там в том же самом сексе. Никто никому ничего не навязывает. Хочешь – давай. Не хочешь – ну как хочешь. В самом сексе, там, вот давай так, хорошо, давай. Тебе как вот так вот? Ну нормально, да. Или вот это – нет, так не будем. Каждый должен совершенно спокойно к этому относиться и никому ничего не навязывать. Но где мы такое видим? Мы видим, что постоянно кто-то кого-то пытается отыметь, как-то использовать, что-то навязывать, да? Что-то вот как-то просто относиться к другому человеку, как к какому-то предмету, да? Который должен обслуживать мои потребности, мои какие-то хотелки. А что он хочет, а кого это интересует, да? Меня что, должно интересовать то, что он хочет? А должно тебя интересовать. Потому что он имеет право хотеть как-то по-своему. Понимаешь? Ну вот так. Вот это взрослые отношения. Никто никому ничего не навязывает. Никто ни от кого ничего не ожидает, что он будет обязательно соответствовать своим каким-то стереотипам, представлениям. На этом всё. Ставьте сердечки лайки. Подписывайтесь на Перископ, на канал мой, если это будет в YouTube-канале. И если в чём-то сомневаетесь, остаётся какие-то вопросы, приходите на консультацию. Можно найти меня в ВКонтакте, в Телеграме. И можно провести индивидуальную консультацию, рассмотреть вашу отдельную ситуацию. На этом всё. Пока-пока, ребята.